13.07 в Кирове на студии НФМ программы «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сергеевич. Память меня подводит. Разговаривать мы сегодня будем об инициативе по предмету нравственной основы семейной жизни. Будем разговаривать о городе, об области. О действующем, о действующей главе города Кирова, о будущем главе администрации города. Ну, в общем, городские темы. В первую очередь, наверное, Владимир Сергеевич, я спрошу вас про инициативу ввести в школе предмет нравственной основы семейной жизни. Очень активно обсуждают последние два дня на разных сайтах, в СМИ. Очень много едких комментариев, начиная от того, что лучше бы учили блокчейн у школьников. Вот как вы к этому относитесь? Ну, боюсь, что подобный курс, конечно, не вызовет восторг у учащихся и, кстати говоря, не перенесет до ожидаемых результатов. Потому что в этом курсе смешаны два таких понятия, как, во-первых, семейная жизнь, а во-вторых, нравственность. И, ну, как бы, смешивать-то их не надо, потому что если человек нравственный, то у него есть семейная жизнь, и всё хорошо. А если он безразственный, то там никакие курсы, как говорится, не помогут. А может быть, вот всё-таки этому в семье должны учить? Может быть, это не задача школы? В семье должны показывать образцы поведения. А школа должна учить. То есть, друг друга не надо подменять. То есть, семья есть семья, и дальше мальчики, девочки не очень-то воспроизводят в дальнейшей своей судьбе те отношения, которые зачастую нравились им или не нравились в семье. Но вообще, вот, как бы, обсуждать этот курс немножко сложно, потому что не хочется быть похожим на того оппонента. Это, помните, когда доктора Живаго осуждали у Пастернака? Вот, я, говорит, не читал, но осуждаю. Поэтому я не видел этого курса, в чём он заключается, но его название мне не нравится. И поэтому я думаю, что если название таково, то и содержание, наверное, тоже, как бы, не очень. Мне кажется, не надо отпугивать детей от подобных, подобными названиями. Лучше что-то более такое броское, интересное для детей. Например, как выйти замуж и... За миллионера. Да, но не обязательно за миллионера. И не развалить семью, да? Или как познакомиться с девушкой, так сказать, и не разочароваться в ней. Ну, вроде бы, такие интересные курсы. На самом деле, ведь семья держится на уважении друг к другу. И если есть уважение, это уже нравственность. Понимаете, это честное отношение друг к другу. То есть, честность, это и есть нравственность. Так, не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали по отношению к тебе. И все. Вы знаете, это, наверное, история о том, что не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Или будут прямо противоположны вам. Ну, дело в том, что очень много гены влияют очень на многое. То есть, и воспитание составляет, по некоторым оценкам ученых, только 10% от того, что вообще можно от человека ожидать. То есть, если заложено генами, так оно так и будет. Многие родители знают, что дети совершенно не похожи. Да мы его так этому не учили. Откуда в нем? Без генов. Без генов, да. Вот, знаете, Владимир Сергеевич, в последние несколько лет было несколько таких неоднозначных инициатив. Вот сейчас по нравственным основам семейной жизни. До этого была инициатива по религиозному воспитанию детей, да, учить их этому в школах. Если я все правильно помню, было еще что-то связанное там с этикой и этикетом. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда, в принципе, все эти идеи берутся? У нас вроде школьники и так загружены, у нас ЕГЭ по нескольким предметам. Банально, чтобы подготовиться к ЕГЭ, нужно потратить очень много времени и сил. Зачем пичкать школьников лишней информацией? Может быть, вы иначе к этому относитесь? А что такое образование вообще? Образование, если мы возьмем даже закон об образовании, включается два компонента. Это обучение и воспитание. Вот этот воспитательный блок, он у нас просажен. Потому что воспитывать там с помощью только внеурочной деятельности или там пушковой деятельности, это невозможно. То есть, действительно, воспитание это сложный процесс, и он у нас в стране абсолютно запущен. Почему? Потому что мы видим, вот, каковы школьники, каковы даже взрослые люди сейчас. То есть, ну, я еще, слава Богу, застал Советский Союз. И, вы знаете, отношения между людьми были совершенно другими. Точно. Объясните. Более добрыми, более уважительными. То есть, была взаимопомощь реальная. Сейчас это как-то все рушится на глазах. Ожидать от того, что тебе на улице кто-то поможет, если с тобой что-то случилось. Ну, в лучшем случае, наверное, вызовут там милицию, дай Бог. А так, то есть, есть ведь случаи, когда люди умирали, потому что друг прохожие думали, что они просто пьяны. То есть, вот эта вот, как бы, отстраненность друг от друга, то есть, обособленность. Мы уже перестали быть единым народом, да, единым, единым, хотя пытаемся, то есть, мы говорим об этом, но это не так. То есть, люди стали друг к другу относиться отстраненно и с настороженностью. А это все заключается как раз в вопросах, опять-таки, нравственности. То есть, потому что она закладывается, действительно, эти вещи в школьном возрасте и даже раньше. Но они закладываются не только в школе, они именно закладываются, как мы с вами говорили, что в семье. То есть, если есть образцы проведения достойные, то и человек, в общем-то, на них реагирует. — Владимир Сергеевич, а может, это все-таки, ну, такой вот признак нашей эпохи, да, то, что вы сказали обособленность и, наверное, нацеленность, в первую очередь, на свое благополучие, да? Родители ведь учат детей, там, не подходи к незнакомым людям, не разговаривай, ничего не бери, никуда с ними не ходи. Я помню свое советское детство, когда я гуляла на улице по несколько часов, мне было там семь, девять, десять лет. — Без опасений. — Да, без всяких опасений, со своей стороны, со стороны мамы. Меня никогда там не натаскивали на информацию о том, что я там от всех незнакомых людей должна сразу разворачиваться и бежать, как это сейчас происходит. Может, это не воспитание дело, а просто мы в такое время живем. — Время-то само по себе не происходит, оно уже от чего-то зависит. Значит, такие ценностные установки в стране и как раз отсутствие должного воспитания. — Отсутствие должного воспитания. — Да. То есть есть воспитание, но оно не должно, оно не приводит к результатам, к тем, какие бы хотелось видеть в обществе. И поэтому отсюда постоянно идет запрос, что надо что-то делать, давайте введем тот курс или этот курс. Но дело-то в том, что надо начинать с себя, с родителей, с педагогов, с власти, извините. — А вот вы сейчас о каком результате говорите? Ну вот в чем вы видите результат? Чтобы на улицах люди друг другу помогали? Или в смене вот этой парадигмы «я-я-я-я-я» в чем результат мерить будем? — Ну, в общем-то, в честном и добропорядочном отношении друг к другу происходило. Мы же друг к другу не верим теперь. — Ну, по-разному, конечно. Но время сейчас более жесткое. — Но время не может быть более жестким. Это, еще раз говорю, происходит из-за тех ценностных установок, которые власть в свое время, в 90-х годах, запустила в страну. И произошло разрушение тех ценностных установок, которые были до этого. Те ценностные установки и те воспитательные цели и методы, они срабатывали. И вы это, слава богу, застали, и мы чувствовали это на себе. Теперь они не срабатывали. Потому что как таковых ценностей нет. Кто наши герои? Какие наши ценности? Вот вы там в Китае спросите, кто ваш герой по тому или другому поводу. Я вам сразу назову, там, с десяток человек и расскажу историю про них. У нас кто герой? Ну, вот там в конце 90-х был брат два. Вот это что ли герой? А сейчас кто Каменская, кто у нас герой? — Я предлагаю, наверное, продолжить эту тему во второй части программы. Вот вы как раз сейчас рассказали о проблемах. Мне во второй части очень хочется вас спросить, каким же образом школа все-таки может это исправить. Это Владимир Сергеевич Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Его особое мнение через минуту вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Владимира Сергеевича Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. В первой части программы мы разговаривали про воспитание школьников, про введение в школах новых предметов, например, предмета по нравственному воспитанию. И вот мы как раз поговорили о том, что сейчас такое время, когда немного изменилась ментальность всех людей. Ну и, собственно, это выражается в образовании, в чувстве взаимопомощи, наверное, в чувстве эмпатии. Вот Владимир Сергеевич, скажите, может ли школа это исправить? И если может, то как? И должна ли вообще школа этим заниматься? Школа этим должна заниматься. Одна, она исправить это не может. Ведь по большому счету, что такое нравственность? Ну так, на пальцах объяснить. Человек должен понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но это еще как бы не все, что он должен делать. Если он понимает, что такое хорошо, он еще должен понимать, почему поступать хорошо – это благо для него. Почему он должен поступать хорошо? Ну, он знает, вот это хорошо, это плохо. А я буду поступать плохо, мне так лучше. Понимаете? Вот этому надо научить. А как этому научить, если у нас в обществе нет традиции, ну, как бы, почитания или поддержки людей моральных, которые хорошо поступают, да? Вот если человек нравственный, хорошо по своему делу видели, чтобы его как-то поддерживали, приветствовали. А вот если, не дай бог, более-менее хороший человек совершит... Вы про что говорите про поддержку и приветствие? Про госнаграды или про некое общественное мнение? Ну, какое-то общественное, конечно, признание, да? Потому что должен быть образец, к которому стремиться. То есть у нас, у детей нет этого образца. Мы же говорили вот с вами до первого о героях. То есть нет образцов. Герой – это образец. А их нет. У нас есть образцы только патриотические, что отдай жизнь, отдай жизнь. Там, иди на войну, за Родину тебя убьют. Ну, это хорошо. Вот это и есть образцы, сколько угодно, тысячи. А вот образцов, что ты поступаешь морально, и это хорошо тебя поддержит, таких нет. Хорошо. А вам не кажется, что от введения дополнительных предметов в школе, как бы их не обозвали? Хоть как? Ничего не изменится. Потому что, может быть, дело в морально-нравственных качествах учителей, в том, сколько каждый учитель готов отдать ребенку. Ну, капля, как говорится, камень точит, конечно, что-то изменится немного. Потому что должно измениться все общество. Поэтому эти уроки и занятия должны, наверное, вводиться на каждом предприятии. И еще раз говорю, что очень многое зависит от органов власти, потому что именно они формируют и повестку дня, и стратегию. И школы – это лишь исполнители этой стратегии. И самостоятельно наши школы не очень много. Образовательные стратегии? Или воспитательные тоже? Это больше. Это вообще... Как может Министерство образования скомандовать учителю, вот ты будь таким, но не будь таким? Ну как, оно же ему предлагает ввести какие-то уроки. Ну, а нравственности? Как может безнравственный учитель ввести уроки нравственности? Значит, оно предполагает, что каждый учитель у нас нравственный. Но не определяет критерии эти нравственности. Потому что уже не может человек быть идеальным. То есть он насколько-то нравственен, да? То есть в чем-то он нравственен, а в чем-то может быть и не очень. Мы, по-моему, с вами глубоко уже достаточно ушли. А вот предложение учить школьников блокчейну? Ну, вообще надо учить новым технологиям. Если вот этот образец российской школы – это один из образцов школы, наверное, не самый лучший. Ну, тем не менее, это, так сказать, показывают наши ребята неплохие результаты. И слава Богу. А есть школы, которые, я уже когда говорил, и финская, и не только финская школа. Они изучают те предметы, эти явления, которые вот тот сейчас насущный. Вот это вот сейчас появился блокчейн. Они, да, они будут его изучать. А через блокчейн там будут изучать и информатику, и математику, и экономику, и так далее. То есть все что угодно. Поэтому блокчейн надо изучать, но не значит, что надо его там только его изучать или посвящать какое-то большое количество времени. Потому что для обычного школьника, который не собирается становиться, ну, финансистом, допустим, зачем какие-то глубокие знания облачения. В принципе, ну, знаешь, что есть такое понятие, и все, и достаточно. А вот вы говорили про героев современности. Это вот гипотеза такая, да, вы сейчас согласитесь или не согласитесь. Вам не кажется, что герои нашей с вами современности, это люди, которые сделали себя сами? Может быть, человек всегда себя сам делает, даже если ему кто-то помогает. Но ведь не могут же за него все люди делать что-то. Я не понимаю, может быть, ваш вопрос. Ну, вот я не назову там конкретные фамилии, да, что вот такие-то конкретно люди, но я имею в виду образ. Образ человека, которым стремятся стать. А, герои, да? Да, это там успешный, это успешный, ну, условно, предприниматель управления, который сделал себя сам. С идеологической или государственной точки зрения это не совсем так. Потому что даже в советское время не все люди, которые, даже, скажем так, далеко не все, а большинство, не все, да, которые совершали подвиги, о них узнавали. То есть героев назначали где-то. Ну, конечно, он должен был что-то сделать, но иногда он даже и не понимал, что он совершил какой-то геройский поступок. Но его назначили, он становился героем, потому что, ну, стране нужны были герои. А сейчас в стране нужны герои, но их не назначают, ну, может быть, не искал. А вообще, в принципе, вот, они нужны, да? Они нужны. Я еще раз говорю, герои это поведенческие образцы. А в Советском Союзе были космонавты? Ну, и сейчас есть космонавты. Ну, немножко вот, кстати говоря, космонавты, смотрите, как уже второй фильм там про российских космонавтов раскручивают активно. Ну, видите, все-таки слышат нас, что герои нужны. Ну, не только космонавтика, это героизм, безусловно. Ну, нужен такой бытовой героизм, когда каждый человек может знать, что он вот на своем месте может стать героем, которого признают. Так, пять минут у нас с вами осталось до перерыва. Давайте поговорим про лицейский экономический форум, который на прошлой неделе прошел в Кировском экономико-правовом лицее. Туда высадился целый десант преподавателей из высшей школы экономики. В том числе приезжал научный руководитель экономического факультета вышки автономов, который разговаривал с детьми как раз об экономическом мышлении, о том, где бы они хотели жить, зачем нужно становиться экономистами. Вот, мне интересно у вас спросить в первую очередь о том, нужны ли вообще в принципе такие мероприятия, да, потому что эта вся история нацелена вот на старших школьников 10-11 класса. Ну, автономов такой известный в экономической сфере человек. Мой тезка, кстати, уже за имя Сергеевича его зовут. Вот, конечно, такие мероприятия нужны, чем больше, мне кажется, тем лучше, чтобы школьники с реальными учеными пообщались, видели, в чем заключается их труд, и стоит ли становиться учеными, выгодно это или нет. Другой вопрос, что высшая школа экономики, это же такой вуз-то особый, то есть туда вливается очень много денег, и говорить о том, что вот вся вузская система так же построена, как этот вуз, конечно, нельзя. Ну, надо отдать, хотя это пытается тот же, значит, ректор высшей школы экономики отрицать, но если у него жена глава Центробанка, то здесь как бы все понятно, и вуз поэтому процветает. В обычных рядовых вузах все совсем по-другому, там финансирование просто в десятки, если не сотни раз меньше. Ну, наверное, мой вопрос все-таки был не про деньги, но хорошо, вот если оценить экономическую грамотность подрастающего поколения, то есть вот школьники и абитуриенты, и вот начинающие студенты, как бы вы ее оценили? Я думаю, что экономическая грамотность современных школьников и студентов гораздо выше, чем была экономическая грамотность в наше время, или даже 10 лет назад, то есть она увеличивается. Другой вопрос, что ее все равно недостаточно, но недостаточно для кого? То есть для тех же студентов, возможно, вполне достаточно, а вот для того, чтобы они вкладывали свои деньги в какие-то ценные бумаги и финансовые операции, что необходимо для банков, может быть, для государства, может быть, и недостаточно, но тут надо различать, так сказать, кому что надо. Людям, может быть, это не надо, не попадаться, так сказать, на удочку различных финансовых пирамид и мошенничества. А вообще понятие экономическая грамотность, вот это что? Ну, это знание каких-то базовых экономических моментов, в которых человек задействован в наше время. Ну, допустим, банковские операции какие-то, да, вклады по счетам, те же вот с акциями, возможно. То есть, ну, все, что связано с гумагами. Ну, то есть это некое теоретическое понимание? Нет, нет, ну, и теоретическое тоже, но, прежде всего, практическое. То есть то, чем человек пользуется в экономическом смысле, но теми же днями в повседневной жизни. Ну, вот, допустим, вы карточкой там пользуетесь, да, наверное. Это же вот как раз одно из экономических таких понятий. А скоро можно будет без карточки. Просто пальчик поднесли в банкомат, он вам вот денежку выдал. А если биткоинами будем пользоваться, ну, или любыми другими, когда говорят, криптовалютами, то и как-то вы, как таковы физические, материальные деньги уже не нужны не будут. Это все вот экономические какие-то понятия, которые должен современный человек знать. Ну, то есть не просто уметь там пользоваться карточкой, да, но и знать вообще, как эта система работает. Ну, может быть, ему и не надо, как система работает. Ему важно знать, что он... А где тогда экономическая грамотность в процессе поднести карточку к банкомату, снять деньги или поднести карточку к терминалу, заплатить? Ну, хотя бы узнать, как там деньги оказываются и как они оттуда исчезают. Их привозят инкассаторы. Я имею в виду на карточке, как деньги оказываются, как они оттуда исчезают. Ну, я шучу, конечно. Да. У вас исчезло больше, чем вы рассчитывали, да. То есть за что с вас могут деньги взять, какие проценты и так далее. Я думаю, что мы на этом с вами еще один раз прервемся. Это особое мнение Владимира Сергеевича Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Продолжим. Про экономистов, юристов, профессии будущего во второй части программы. Особое мнение на 101.фм. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм. Особое мнение. Меня зовут Юлия Фанасьева. Напротив меня все так же Владимир Сергеевич Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Мы сейчас тогда немного продолжим еще про беседу с профессором экономических наук, научным руководителем экономического факультета высшей школы экономики, также Владимиром Сергеевичем Автономовым, который был у нас недавно в студии. Вот когда я задала ему вопрос про будущее, про наше экономическое будущее, он начал говорить про суды. Я сейчас немного процитирую с сайта Банкиров. Что касается долгосрочного роста нашей экономики, тут нужно говорить давно известные вещи о создании инвестклимата. И для него, как известно, нужна предсказуемость, особенно легальной системы, налоговой и судов. Наши суды сегодня совершенно не выполняют свои функции в экономике. Они не обеспечивают надежность прав собственности. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Он говорит о том, что суды у нас должны быть независимыми, такими реально независимыми от государства, принимать самостоятельные решения. Но мы ведь опять возвращаемся к первой части, к нравственности. Потому что независимость судов, она сама по себе не сделает экономику, не общество вот таким, ну как экономику... Процветающим, стабильным. Важна-то не независимость судов, хотя она важна, а высокая нравственность судей. Понимаете, в чем дело? Потому что независимый суд с бездрастными судьями, это будет еще большее зло, чем сейчас зависимый суд. И поэтому мы говорим о том, что все общество должно как-то стремиться на нравственность, и постепенно развиваться. Это медленный процесс, но он должен быть. Поэтому сами по себе суды независимыми, это может не дать никакого эффекта, и наоборот, дать даже отрицательный эффект. А вот скажите мне, пожалуйста, сейчас вообще экономисты еще нужны кому-то? Да что вы, экономисты нужны и будут нужны. Просто у многих понятия, может быть, экономистов таких классических, какие там были 20-30 лет назад, и такие экономисты тоже нужны. Они на больших, особенно, предприятиях работают, рассчитывают различные вещи. Но ведь экономику, вот если мы так посмотрим, последние десятилетия даже, кто получал премии Нобелевские по экономике, а получали за темы, связанные, смежные темы, экономика, психология, экономика, социология, то есть экономика поведения, я бы так сказал. Да, нейроэкономика там, по-моему, еще была. Ну, суть в том, что это получали за экономическое поведение людей. То есть современная экономика, она так сильно на стыке с социальными, различными гуманитарными науками, и отсюда появляются и соответствующие экономические дисциплины. Ну, давайте вот маркетинг, да? Вообще-то маркетинг – это очень-очень поведенческая экономическая наука. Менеджмент, то есть управление людьми. И еще более поведенческая. Тоже поведенческая наука. Но есть и другие, вот внутри этих уже наук, там, ЦРМ, все знают, там, взаимодействие с клиентами, ну, как там, там, чистой воды поведение, но в то же время это же экономическое. Но есть и более, так сказать, современные, вот сейчас пропагандируют цифровая экономика, экономика знаний, биоэкономика, рейтинг-ономика, логистика. Извините, пожалуйста. Это все экономические науки. Я столько раз из телевизора слышала словосочетание цифровая экономика, в том числе от первых лиц нашей страны, я до сих пор не понимаю, что это. Может быть, вы мне объясните? Я думаю, что пока многие не понимают, что это, потому что то, что я вижу объяснение там цифровой экономики, я это довольно узкий сектор воспринимал, потому что мы, ну, в свое время, да и сейчас занимались новой экономикой, и внутри новой экономики, как раз это цифровая экономика. А нам тут уже все, что, значит, можно переложить в цифру, все называют цифровой экономикой. Я думаю, что это не совсем так. Я скажу так, цифровая экономика это, наверное, то, с помощью чего можно, когда с помощью компьютерных технологий можно развивать экономику. А именно в чистом виде компьютерных технологий, цифры, а не то, чтобы перекладывать на другую. Так, понятнее не стало. Ну, я ведь и не готовился к этому, я так своими словами очень быстро. Другой вопрос, что вот пока лучше вы не слушайте то, что говорят о цифровой экономике по телевизору, потому что мне кажется, это полный бред, то есть это не то, не совсем то. То есть надо, конечно, здесь этим вопросом немножко углубиться, и я думаю, что мы сформулируем в следующий раз. Так, хорошо. Не будем смотреть федеральные новости. Профессии будущего. Кто эти люди, кто эти профессионалы, которые будут востребованы лет через пять? Ну, профессии будущего, мне кажется, все-таки лежат, если мы берем именно, ну, Россию, там, может быть, даже наш ребенок. Это все, что связано с биотехнологиями, это раз. То есть это очень востребовано, потому что биотехнологии, здесь и медицина, здесь и продовольственные товары и так далее. То есть, и поэтому здесь всегда будут востребованы рабочие, так сказать, руки. Все, что связано с финансами, это тоже будет, потому что современная экономика, она больше такая финансомика. То есть, потому что денег... Слушай, я помню, что был бум на финансовые специальности в далеком 2003 году, когда я выпускалась. Я не имею в виду банковских операционистов, да, то есть они как раз уйдут, эта профессия. Но сами-то банки никуда не уйдут. И современная... Я просто про экономику, да. То есть современная экономика, если уж так, да, то есть там 90% это виртуальные деньги. Виртуальные деньги, которые создаются в банках, банками, там, с помощью различных инструментов. И только 10% то, что создается руками, то, что называется, так сказать, ну, реальной экономикой. То есть в реальной экономике только 10% денег. Все остальное это виртуальная, банковская экономика. Я привыкла считать, что локомотивом, да, экономического движения вперед считается реальная экономика. Нет, банковская. Потому что реальная экономика финансируется банками, и пока, значит, не будут профинансированы какие-то крупные масштабные проекты, они просто не начнутся. То есть сейчас все наоборот. Вот, я понимаю, это у вас понимание из прошлого. Это было так раньше. А, это тоже из прошлого. Да, а сейчас наоборот. Сейчас впереди. Сначала деньги, потом, так сказать, стулья. Утром деньги, вечером стулья. Да. Хорошо, Владимир Сергеевич, я вот вас сейчас прямо в лоб спрошу. Поэтому прошу меня понять и простить. Я хочу поговорить про наше региональное образование. Насколько я понимаю, ИСУПов, исполняющий обязанности министра, у нас до сих пор ИО, и ходят упорные слухи, что эту должность предлагали вам. Вот они имеют под собой основу или нет? Нет. Не предлагали? Никто не предлагал, да. Поэтому ничего не могу сказать. А если предложили, подумал бы, очень хорошо, да, при этом согласиться. Ну, ИО, ИО, может быть, потому что пока не... Только-только губернатор приступил, там, месяц прошел к исполнению обязанностей, пока просто, может быть, руки не дошли до образования. А вы можете вот в нескольких тезисах охарактеризовать, что же сейчас происходит в нашем региональном образовании? Ну, как я могу? Я же не работаю в Министерстве образования. Вряд ли я знаю, что активно... Я думал, что вы имеете свой взгляд все-таки. Ну, активно развивается вот эта идея создания опорных школ по типу того, как создаются в стране опорные вузы, да, так же вот опорная школа. Ну, идея любопытная, с моей точки зрения, там есть и плюсы, и минусы, но посмотрим, посмотрим, потому что, видите, как бы опорная школа, они как пылесос, вот ресурсы с районов, да, а ведь в районах останутся и обычные... Опорная школа, это история про укропнение? Да. У нас уже это было, по-моему, несколько лет назад. Постоянно, у нас и колхозы укропнялись на время. И, мягко говоря, как-то не очень удачно. У нас в стране постоянно то укропняют, то разукрупняют. Вот сейчас пока процесс укропнения, я думаю, что скоро начнет, там, лет через пять, процесс разукрупнения. Я уже говорил когда-то об этом, то есть я предрекаю, что обязательно начнут снова создавать и вузы, так сказать, более мелкие, и школы, наверное, там разукрупнят какие-то. Потому что перекусы постоянно, потому что надо смотреть. Но, не знаю, вот пока не могу про это сказать, процесс, может быть, он имеет под собой и, опять-таки, нормальную, хорошую основу, и все получится, и все будет замечательно и прекрасно. Давайте посмотрим. Надо, думаю, поговорить об этом через годик, через полтора. Ну, хорошо. Давайте, наверное, так, четыре минуты у нас осталось. Давайте, наверное, последнюю тему возьмем. На прошлой неделе в правительстве состоялось совещание между областью, городом и общественной палатой. Говорили о нем, о концепции развития города. Выяснилось, что она у нас таки существует. Выяснилось, что многие общественные проекты и общественные инициативы в эту концепцию не интегрированы. Я вот хочу спросить о чем. Я знаю, что вы профессионал в форсайте, и вы занимались вот этим вот прогнозированием. В какую сторону должен развиваться сейчас наш город, по вашему мнению? Ну, мы в свое время, да, сделали в 2012-2013 году, делали форсайты города. Только это не прогнозирование, но не буду цепляться к словам. Вот. И однозначно стратегия города была, это устойчивое развитие. Есть такая стратегия, разные городские стратегии. Вот устойчивое развитие. Это для нас наиболее подходящее, потому что она не столь затратная, как другие стратегии. А что для этого нужно? Ну, кроме денег. Вот, ну, деньги в первую очередь. Целый ряд проектов, концепций. В принципе, на мой взгляд, город по этому пути и идет. Это то, что сейчас... Правда? Да. Устойчивое развитие? Устойчивое развитие. А в чем это выражается? Ну, понимаете, устойчивое развитие, это концепт такой, да? Ну, я понимаю. Это не то, что... Нет, это стратегия. Она для... Вот есть вообще там пять стратегий развития городов основных, да? Да. По какой-то город все равно идет, хорошо или плохо. Вот хорошо или плохо, но наш город идет по стратегии устойчивого развития. В чем это выражается? Ну, строительство идет, дороги, инфраструктура улучшаются, делается. То есть устойчивое... Ну, как бы говорят, что делается, но я пока не вижу. Ну, 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 давайте то, Юля, сравните, что было с городскими дорогами, ну, скажем, там, пять-шесть лет назад. Теперь уже ездить нельзя было, сейчас прекрасно, дороги не везде... Местами. Ну, все-таки, в большей степени я сейчас дорогами доволен, чем было пять-шесть лет назад. Город тоже отстраивается. Микрорайоны новые возникают, возникают, школы даже строятся. Так это коммерческие интересы застройщиков. Причем здесь... Подожди, а какие должны быть... Вам почему вы думаете, что все должно делаться за счет бюджета-то? Город развивается не только за счет бюджета, а за счет всех предприятий, всех предпринимателей, которые в нем живут. Ну, то есть городскую администрацию можно закрыть, всех оттуда выгнать, бизнес сам все сделает. Ну, вы утрируете, конечно. Да, я утрирую. Ну, иногда городская администрация не помогает бизнесу, иногда она мешает. Но, в принципе, они должны действовать сообща. Понятно, что это некая синергия, да? Синергия бизнеса. Я не говорю, что должны действовать сообща. То есть городская администрация должна поддерживать те бизнес-проекты, которые направлены на улучшение города, но, соответственно, предприниматели должны такие проекты предлагать. Хорошо, вот последний короткий вопрос. Выборы у нас прошли полтора месяца назад. Что-то с тех пор у нас, какие-то, не знаю, тенденции на изменения вы видите? Ну, скажем так, все-таки полтора месяца это маленький срок. Да, это маленький срок, поэтому я не спрашиваю про изменения, я спрашиваю про какие-то тенденции для себя там. Вы их чувствуете? В целом, мне кажется, что, поскольку руководитель не изменился, идет тем темпом небольшими, но понарастающий, какие и по тем направлениям, какие были выбраны и до этих выборов. То есть, поэтому изменений-то и не надо ждать, потому что какие стратегии были намечены, они и реализуются. А Елена Васильевна Ковалева? Ну, я ее очень уважаю, но пока она только возглавила, очень надеюсь, что с ее приходом город, наконец, расцветет. А как вы вообще, в принципе, вот к этому факту относитесь? Во-первых, ну, вот к персонали Елены Васильевны, да, а во-вторых, женщина-глава города, это, наверное, достаточно необычно или нет? Уже нормально? Ну, насколько я знаю, есть прецеденты. Есть, прецеденты есть, да. Да, и нормально. А почему мы должны по гендерному признаку разделять? У Маргарет Тэтчера была одна из великих премьер-министров. Может быть, у нас Елена Васильевна станет таким же великим мэром. Ой, вот лично я на это очень надеюсь. Она мне очень симпатична. Ну что же, я благодарю вас за эфир, наверное, мы на этом закончим. Это был Владимир Сергеевич Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Его особое мнение. Немного сумбурно сегодня получилось, но все-таки, мне кажется, что интересно. Спасибо вам за эфир. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания.